В сезон отпусков так важно знать все уловки, на которые могут попасться доверчивые туристы. Советы о том, как не быть обманутым туристическим гидом, будут рассмотрены в данной статье. Всех путешественников убеждают, что они просто обязаны прийти на первую встречу с гидом. Якобы при неявке, люди рискуют не быть зарегистрированным на рейс и не узнать время отправления. Все это чистой воды развод. Максимум, что может произойти плохого это обида гида на вас за игнорирование. Обида за то, что очередные отдыхающие не были обработаны и запуганы. Шокирующие факты о вагонах-ресторанах, уловки, хитрости, разводы не успев выйти из аэропорта и перешагнув порог отеля, туристы тут же получают информацию о дне и времени проведения информационной встречи, которую проведет закрепленный гид от туроператора. Хочется сразу сказать, что зарплата такого работника напрямую зависит от количества проданных доверчивым путешественникам экскурсионных туров. Здесь убеждают гостей страны в том, что если экскурсия не будет приобретена у них, а к примеру, в уличном агентстве, она не подлежит страховке. Все это далеко не так. У каждого туриста есть страховка, которая распространяется вне зависимости от места приобретения тура. Исключениями являются лишь солнечные ожоги и увечья, полученные в нетрезвом состоянии. Для информации хочется добавить, что ни одно уличное агентство по продаже экскурсионных туров не смогло бы осуществлять свою деятельность без страховки своих клиентов. Таким образом, на деле турист получает даже две страховки. 10 ужасных советов, которые сделают путешествие ужасным, если не прийти на встречу с гидом, то не будет информации о правилах выезда. На такие уловки чаще ведутся новички в этом деле. Опытные же люди уже знают, что правила выезда всегда одни и те же. Заезд при заселении в 14 часов, выезд в 12 часов. Соответственно, до полудня можно без проблем находиться в номере. После нужно выйти на ресепшн, сдать ключи, оставить чемоданы в камеры хранения и продолжать пользоваться всеми услугами отельной инфраструктуры. Я боюсь летать. 10 советов, как побороть страх аэрофобии. Если гости страны все же решили приобрести экскурсию гида, второй начнет убеждать, что сделать это можно лишь сегодня. Они начинают отправлять людей в номера за деньгами и проворачивать подобные фокусы. На деле каждый отдыхающий может приобрести тур в любое удобное для себя время. Представители туристических агентств, как правило, бывают в отеле каждый день. Достаточно лишь уточнить их расписание. Как правило, подобный трансфер состоит из одной-двух остановок в магазинах или фабриках с удвоенными ценами. Приехавшие теряют массу времени. Поэтому стоит заранее ознакомиться с иными методами проезда до нужной точки. Будьте внимательны, знайте свои права и отдых доставит только положительные эмоции. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.